Так, погнали слушать альбом. Прежде чем мы начнем, конечно же, буст, тележка и все вот это вот, да. И, конечно же, Яндекс.Музыка с нашими плейлистами. Заходи, добавляй себе кайфу и слушай вместе с нами то, что слушаем мы. Let's go, поехали. Dead Blonde. Перестройка. Релиз от 5 апреля 24 года. Вы готовы к перестройке, чат? Вы готовы к перестройке? Ну, честно, сейчас будем перестраиваться. Маршрут перестроен. Сначала почитаем, конечно же, почитаем. Слова Арины по поводу альбома. Цитата. Изначально я это позиционировал как перестройку и в стране, когда разваливался Союз. И это перестройка личности главной героини, как она превращается из простой, наивной, милой советской девочки, которая верит в коммунизм и светлое будущее. Она превращается в такую матерую стерву. Еще раз. Как она превращается из простой, наивной, милой советской девочки, которая верит в коммунизм и в светлое будущее. Она превращается в такую матерую стерву. Это все одно предложение. Повторяется, превращается. Окей. И последний трек этого альбома, который будет в плейлисте... Последний. Блядь, что происходит с речью, я не понимаю. И последний трек этого альбома, который будет в плейлисте последний. Это, блядь, просто, ребята, вы охуеете. Вы просто охуеете, что это. Потому что этот альбом, эта история этой героини, это приквел к первому альбому GSPD. Точнее, к первому сборнику для первого и последнего раза. Чего нахуй я прочитал, блядь? Что, блядь? Еще раз. И последний трек этого альбома, который... Я не директор, бро, я босс. Ты не директор, бро, ты босс. Мерген, блядь, Мерген. Мерген, добро пожаловать с подпиской. А, че, лысый. А, вот, блядь, волосы выпали. Да, русская языка пиздец отлетела. Еще раз, надо просто понять, что это такое. Последний трек этого альбома, который будет в плейлисте последний. Окей, последний трек альбома, блядь, просто, ребята, вы охуеете. Вы просто охуеете, что это. Потому что этот альбом, эта история этой героини, это приквел к первому альбому GSPD. Точнее, к первому сборнику для первого и последнего раза. Что, блядь? Что вот это значит? К первому сборнику для первого и последнего раза. Это может быть название, но оно не возведено здесь, типа, в кавычки. Блядь, теперь надо зайти к GSPD и понять, блядь, что... Что Арина имеет в виду. Я просто, ну... Еще раз, блядь. GSPD, сюда. Так. 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 Аж... Аж... Окей, двигаемся в самый низ. Да, он так и называется. Для первого и последнего раза. Кавычки просто не поставили, поэтому я нихуя не понял. Окей. Да, это альбом GSPD для первого и последнего раза. Сборник из шести треков. Окей. Да, такое есть. Но почему не в кавычках? Странно. Короче. Может быть, она и сказала это адекватно. Просто человек сюда вписал уже как-то так, да? Свою интерпретацию. Окей. Чем сопровождался релиз альбома? 25 марта вышел тизер на YouTube-канале певицы. Все. Погнали посмотрим тизер перед началом. Да? Заценим. Что нам предлагают. А куда мне? Сюда. Мне сюда. Так. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Так. Все. Мы идем смотреть тизер. Да. Вот и нахуя она проспойлерила. Да, походу, приквел просто к первому альбому и все. Да, ну я... Может быть, я что-то неправильно понимал. Так. Тизер. Начинается ровно с обложки альбома, да? Арина. Пианино. Красивое. Смотрим. Доброго времени суток, товарищи. Товарищи. Сейчас вы прослушаете аудиоспектакль «Перестройка», придуманный и написанный нашими замечательными советскими композиторами. Воронином Александром Сергеевичем и Супаненко Яном Игоревичем. В исполнении сценариста Булановой Арины Николаевны. Под чутким надзором художественного руководителя... Траки, траки, это название траки. ...деймура Давида Игоревича. Приятного прослушивания. Разные года почему-то. Это будет как-то влиять? А, а чё? Какой первый здесь год, чат? Кто раньше? 96-й. 88-й. 88-й год. Пионерка первый трак. Да, вроде как да. Вроде как в таком порядке идут. Но тут 9 траков, а их всего 10. Но первый это... Первый это походу просто... Окей. Сейчас будем разбираться. Всё. Такой вот тизер. Даже ни одного трака не сыграло. Интересно. Вспоминая тизер, да? Джо Сода, у него целых 3 трака играло. В тизере альбома. Чё, будем открываться? Нет? Плес. Да. Мелодия из кинофильма Перестройка. Dead Blonde. Продюсер Ян Супаненко. Окей. Ничего не написано, клипа нет. Слушаем. Let's go. Мы слушаем теперь тизер, блядь, да? Доброго времени суток, товарищи. Всё, окей. Сейчас. Это был тизер. Заебись, спасибо. Мы посмотрели. Погнали дальше. Это было быстро. Что это вообще? Блядь. Это как будто не должно быть здесь. Ладно. Первый трек. Пионерка. Dead Blonde. Продюсер Ян Супаненко. Окей, продолжается, да? Видимо, вот эту вот пианинку он пишет. Это, насколько я понимаю. Окей. Окей, пионерка. Let's go. Он продолжает тизер? Нихуя. Милые фарточки мчатся на волю. Кончился майский последний урок. Лишь остаётся отличница в школе. Гладит коленки её ветерок. И не знает, кто же распускает слух. Что мальчишек увела у всех подруг. Чтобы в личной жизни не было проблем. Надо выучить, остав полкэээсэм. Пив, понеты там и тут, по улице идут. Песни весело поют на фоне фейерверков. Да, все очки хорошие. Одна из них не вред, за спиной все говорят, что она уже не пионерка. Пив, понеты там и тут, по улице идут. Песни весело поют на фоне фейерверков. Слышите в голосе настроение изменилось. Крас觉得 не изменилось. Раста получается. Хорошо. Воау. Поднимаем щиты На марсе яблониц Этот однозначно мне больше синглов нравится ну пока я пока не знаю мы сейчас синглы еще раз будем Переслушивать как бы пока не знаю но это хорошо это круто это очень крутое развитие с точки зрения Да внутри истории потому что да вначале в голосе очень четко это слышно да типа я вот такая студентка Да вот все как бы да вот все хорошо вот нас да вот нас куплет вот нас припев а потом в музыкалку Не пойдет лучше время проведет да она все все такая типа пизду эту вашу хуйню заебали вы меня погнали погнали в кино И чтобы уже не ветерок мне коленки гладил чтобы не жвачку подарили в кино и в кино сводили А блять красиво красиво очень красиво этот бридж просто мое почтение очень круто и на марсе будут яблониц вести Илон Маск вот пионер уже все придумали план есть ты почему еще не выпал то вот да хорошо хорошо Отличная открывашка ну и похоже да все таки концептуальная будет история судей потому что мы слышали да из синглов И теперь вот здесь да а дедка киллер здесь вообще будет она мне кажется нет она здесь да вот она будет Вообще вписываться интересно во всю эту историю посмотрим будем посмотреть окей окей неплохо неплохо Погнали дальше погнали дальше под красною звездой продюсер бай gspd nspb waves вот они и объединились для трека да потому что до этого мы слушали синглы был только spb waves а теперь еще и gspd присоединился да к продюсерству окей но он по-любому принимает участие всегда в создании треков дедблон там в написании в составлении вот это вот все да но просто здесь уже прям как продюсер обозначен окей погнали слушать let's go под красной звездой как сюда дедки или привязать я вообще хоза ну вот посмотрим будет ли она как-то да вписываться сюда давайте узнаем музыка настойчивее стала смотреть сразу да уже маршевая такая пошла да я девчонка не простая а вагема светская продвигаю на эстраде я по всю советскую хорошо там где нас нет например в провинции но мне ближе перестройка по своему принципу а мои песни от центра до окраин играю чтобы мы все вместе танцевали за гонораром меня зовут красной звездой окей окей ебать нихуя они сколько наворотили здесь охуеть в интуристе свой досуг занимаю весело где послы там и наркомы отмечают пенсию покажу тебе россию чтобы подавляюще а застенкаю прослушкам дядь мои товарищи а мои песни от центра до окраин играю хорош хорошая красная звездой я я Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И здесь вот, да, после первого припева Драмка какая прикольная, блядь Вау Круто Вау Я прям, я не ожидал такого Потому что раньше, если, да То есть там, когда она только начинала, по сути У нее У них, я не знаю, как правильно выразиться Ну это проект, по идее, да И Арины, и GSPD совместный Dead Blonde И там музыка Это все-таки Такой своеобразный омаж в сторону музыки нулевых Там, конца 90-х условно, да То вот здесь Это уже полноценное Проникновение в атмосферу Притом точное попадание Со всеми вот этими, да Ну музыкальными Типа вот эти трубы Вот это пианино, которое, да Оттуда как будто бы прям Раньше это Это просто стиль, по сути, был Стилистическая такая история Сейчас это уже не стиль Это Блядь, я даже не знаю, как это объяснить Это конкретное попадание Это круто Я такого не ожидал, если честно Я думал, ну Что-то будет Вот снег расставил на плечах Да, Питер, город, криминал Вот то, что мы слушали Оно как бы плюс-минус Да Будет органично Все, да А суперразвития какого-то не будет То есть, как и ранние работы Дэдблон, да То есть, слушаешь треки Плюс-минус одинаковое настроение Да, плюс-минус одинаковая подача Немножечко меняется музыка Видоизменяются, как бы, да Вот эти вот приколы Там Со всей вот этой жизнью, да А тут Прям и история И развитие уже Сразу же видно Блядь, это круто Это огромный рост артиста И это охренительно просто Это крутой Это уже крутое начало Посмотрим, что будет дальше Да, Петергород Криминал Это 90-е уже будут Помню что-то подобное В летнем лагере слышу Жесть ностальгия Да, да, вот-вот Я говорю Это же прям вот оно, да Тоже с альбома Я думал, это просто сингл Нет, снег расставил На плечах тоже здесь будет Да, да, да Да, вот Вот отлично Вот Ева говорит Да, это звучит так Если бы это делали в СССР Но с нашими технологиями Вот, согласен С нашими возможностями Уже с нашим, да, уровнем качества Это супер круто Реально Фу, я Это восторг Это, блядь, круто Первые два трека Это прям хорошо И сразу же снег расставил на плечах Да, вот мы его слушали уже Мы его Нет Мы его на стриме не слушали Поэтому сначала послушаем Потом посмотрим клип И это очень важно Чтобы Короче, не буду я вуалировать А то сейчас еще, блядь, заплюют Снег расставил на плечах Дэдблон Продюсер А, вот они уже ранее работали Но я этого не помню Точнее, не знал Потому что мы на стриме это не слушали Это хороший трек Это, похоже, весь альбом будет Из реально хороших треков Давайте слушать Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Под красной звездой Вставай, страна Родная, да Ебать, ну, повзрослели Очевидно, да, выросли приоритеты Стали принципиальней Взяли себя в руки, и снег расставил на плеча, как начинается Это, ну, именно музыка, музыкальная составляющая Прямо уже сильно чувствуется Ебать Все, это эпатаж Мы выросли У нас есть цели в этой жизни Вау Просто, блядь Охуять Сожигала фонари Торопилась к мальчику Посмотрим, посмотрим Круто Ленинградская шоссета Оценила бы талант Я за мир и за добро Но когда оно с бабло Факты, блядь Иначе кто подарит Мелоснежный автопром Дам! Нет, красная луна плеча Новые шубы, норталай Я так горечо, что поднимаю экономику В лимузине новеньком Яду как на лошадь Дискотеки, да, 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 да Сожигали меня на красной площади Ай, 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 ай Блядь, этот еще они использовали Типу фор Охуент Пиздец Это розьёб У кого жених богаче Ярмарка тщеславия А мне мой парфюм везет Прямо с Югославии У него не ОПГ Просто группировочка Будь готов, всегда готов Строить рокировочку И под громкий бой курантов Под моим окном курсанты Песни мне поют о генерал Играл их дарит бриллианты Увезу тебя с собой Прочитаешь домострой Будешь для меня послушной Ты красавица с женой Нет, растаял на плечах Снова шубы нортовые Бля, у меня мурашки, сука Не бою экономику В лимузине новеньком Еду как на лошади Поджигает суженный Меня на красной площади Ебать Пиздец, у меня мурашки Последний раз мурашки были от От Грин Апельсин Когда альбом слушали Ну там я Честно Я на стриме чуть не разрыдался А потом послушал Это мне стрима Ее альбом Ну Грин Апельсин Ебать, я просто как сучка рыдал Я не знаю У нее какой-то вокал потрясающий Просто заставляет меня плакать Дэд Блонд вызывает другие эмоции Вызывает Дикую улыбку Потому что Она общается, блядь, панчами Если бы вот это Если бы вот Бить сюда Детройт Положить и немножко Изменить ритмику Блядь, да это, это, сука Детройт, блядь Пиздец Это панчи, сука Это панчи Это охуенно Тут тебе все, да На дискотеке С миленьким за ручинку Да, в ряд Горят Мне кажется, что это талант Из-за мир Из-за добра Но если оно с баблом Факт Иначе кто подарит Безуслежный автопром Блядь, пиздец Охуенно И опять же Теперь трек Вообще по-другому играет Потому что Это рамки истории Это все теперь Все вписывается сюда Охуенно Пиздец, круто Это Огромные молодцы Вот Все втроем Я не знаю, да Прям Вау У меня слов просто нет Как это круто Пиздец Нет, я их не сравниваю Я говорю, что у меня мурашки Были в последний раз От прослушивания альбома Green Applesine Там они были Потому что Это вызвало безумную бурю эмоций Притом разных А здесь это вызывает восторг Типа От того Насколько Deadblond И сама выросла Как исполнитель И насколько они заебались Над материалом Это очень круто Я прям не ожидал Что это будет настолько Ну типа Вытраченный материал Потому что Ну Я думал, что это будет Просто подборка треков Подборка интересных Там Где-то прикольных Качевых треков Все Это Когда появляется концепт Меня это сильно цепляет А вы это знаете И все Там могут говорить о концепте Но порой Он Типа Он такой натянутый Но здесь прям очевидный Если бы даже Мы вначале Это не прочитали Но он здесь видится Пиздец И тут даже музыка Раскрывает всю эту историю Это очень круто Пиздец В охуях просто Сейчас погнали Смотреть клип Но клип Это Это Клип не самый Выдающийся Если честно Там Как бы Операторская работа Да Никакая По сути своей Находок интересных Тоже не супер Как бы Да Много Но там Арина Очень Крутая И она Забирает Как бы Просто все В этом клипе И ты такой Типа смотришь И такой Да Да я Хочу это смотреть Переслушивать И пересматривать Клип я видел Клип я точно видел Я поэтому и говорю Что трек я слышал Но на стриме Мы его не слушали Кстати обидно Что походу Момент самой перестройки В альбоме Не будет обыгран Узнаем Мы же еще не дошли До этого момента По сути своей Да Пока что еще не дошли Сейчас посмотрим Погнали Снег растает на плечах А Подожди Подожди А Все Погнали Подожди Подожди Давай проверим Снег растаял на плечах Это 90-й год Это 90-й год Подожди А что у нас было до этого Под красную звездой Да Под красную звездой Где 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 Под красную звездой Вот Это был 89-й Ну смотри Ну нормально Пионерка 88-й Этот 89-й Это 90-й год Они по году идут Видишь Там потом будут сильные скачки По нескольку лет Еще Да Это же еще СССР 90-й год Это СССР Еще Перестройка Пока не произошла Ну типа Если это реальная история Опять же Да Погнали Снег Блин Образы у нее Здесь это просто Восторг Я Я Блин Не знаю Руки на стол Чат Голова Фонари Торопилась К мальчику Пусть Везет меня А кто-то Помазнет Смегалочкой В очереди Мерзнут все Нам болит Щелкунчиком Пока я На дискотейке С миленьким Руки на стол Чат И норковой Я так горячо Что поднимаю экономику В лимузине новеньком Еду как на лошади Поджидает сужины Меня на красной площади У кого жених богач Ярмар Качеславия А мне мой парфюм везет Прямо с Югославии У него не ОПН Просто группировочка Быть готов Всегда готов Стаски охуенные Самое смешное Сейчас чуть поближе покажут GSPD Я первый раз когда увидел Я так смеялся Потому что сейчас скажу Прочитаешь домострой Будешь для меня послушной Ты красавица женой А, сейчас еще будет Ее образ это восторг Детка киллер Кстати клип поинтереснее В этом плане То есть там Какая-то история Рассказывается Там прям интересно Это просто репрезент По сути своей Он создан исключительно Для того чтобы Наслаждаться Ариной Этот клип Больше ни для чего И для GSP Потому что Я посмеялся Он сука вот здесь Вот в этих очках Почему-то Вот с этого ракурса Сука очень похож на Буши Дожо Чуть-чуть побольше очки И прям сука Один в один Я не знаю почему Очень похож Пиздец похож Я увидел Почему его не позвали сюда Идеально вписывается ЛСП ты вообще видишь Давид гений Да у Лана привет Так Так А у них не выходило Ничего в преддверии Альбома нового Нет Только тизер был последний Окей 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 Так Погнали дальше Погнали дальше Это было хорошо Питер Город криминала 91 год Да По идее Судя по тизеру SPB waves Мы слушали на стриме Хороший трек К нам в плейлист По-моему даже отлетел Сейчас проверю Сейчас быстро 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 Сюда 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 Да Питер Город криминал Отлетел к нам в плейлист Он и в чарте находится Это хорошо Мы его слушали Поэтому еще раз Закрепим историю И пойдем дальше Let's go Ну типа Ладно Сейчас послушаем И расскажу Здравствуйте В эфире Вести СССР Бизнес контролируется Все идет как надо Ляля хочет новый мерин Сразу подогнали Ой, а у полковника Вчера такое украли Не запаривайся, зая Просто совпадение Мало ли таких машинок В госучреждениях Каждый знает то, что Питер город криминала Минимально принципов И очень много дала Сколько было выпитое И столько тут пропало Приезжайте в Питер Это город криминала Приезжайте в Питер Это город криминала Приезжайте в Питер Это город криминала В следачках курит, нервно вызывает на допросик Спортсменам нашим у нее имеется вопросик Зашли в тупик улики и убили адвоката С чего-то все решили, что замешана бригада Украли? Купили! А где свидетеля? Ты че, мент, кого попутал? Мы же это, благодетели Нет тела? Нет дела, с мертвой точки сдвинули Чей тогда калашников? Подкинули! Лето, Питер, город криминала Каждый знает, надо много мало Дело, сколько, и опять зло Лето, Питер, город криминала Каждый знает, что Питер город криминала Минимально принципов и очень много налог Сколько было, выпитает, столько душ пропало Приезжайте в Питер, это город криминала да 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 вот я об этом хотел сказать его но ты да уже сам подумал и примерно правильно подумал то что те события до которых мы знаем они произошли действительно очень резко неожиданно да то есть к этому как будто бы шло но никто не думал что это произойдет настолько резко да и для многих это по сути не было да вот то что вот произошло это по сути произошло вот так ты заснул в ссср а проснулся когда уже и вроде ссср нет но и россии пока нет и что происходит никто не знает и вот как раз таки до криминальные структуры они воспользовались моментом и начали захватывать дохавать просто всю россию по частям и это вот в этом плане все нормально потому что по сути своей да если посмотреть на трек-лист то у нас под красную звездой ссср снег растаял на плечах это по сути переходный момент когда вот вроде вот вот еще советский союз но в то же время как будто вот повеяло свободой да как будто что-то новое где то есть но мы еще в рамках и питер город криминал зазвучал абсолютно по-другому и по сути в этот момент уже все изменилось да может быть этого и не сознаешь но оно произошло резко в момент все учек все ты проснулся в питере все уже все уже назад пути нет уже все только вперед нужно идти и поэтому в этом плане если именно вот так это да если вот так об этом думать то все окей это круто это круто стрим весь нет это у меня будем про параллак у вас да так но у меня блин был пропуск кадров а у нас сейчас есть или чё что происходит концептуальный альбома не то что вашими 3 хуйни так хочу реально лагает чат надо проверить подождите загрузись ты еб дай хотя бы хлеба машу ручкой вам чат машу ручкой нет вроде нормально вроде не лагает вроде прокашляться должно было да не вроде прокашлялась чё-то ну я же вам говорил интернет у меня что-то лагает я не знаю надо провайдеру звонить заебал машешь ручкой да это я кстати если вы не знали ну и город криминала я собственно подготовился я подготовился я подготовился хорошо хорошо как переехал у тебя траблы пошли ну не знаю ну мы же стримили нормально все было более-менее да но вот что то вот вот в последнюю неделю что-то какая-то херня происходит я не знаю в чем прикол надеюсь что это пролечится как-то последний раз следующий трек дат блонд gspd spb waves продолжают до фигачить вдвоем да я не знаю по сути я подключен через ethernet не не по вайфай уже блять не стримить должно быть все окей если правда кто-то не перегрыз мне блять провод но надеюсь что нет ладно последний раз let's go слушаем дискотеки пошли да уже такие девяностые музыка да изменилась инструментала на синтуку я набираю твой телефон gspd куплет там снова слышу гудки еще вчера с тобой мы были вдвоем сегодня так далеки я уеду ночью на метро мой чувства я ставлю на зерону, но здесь я снова не помню танцы в розовом закатит, наш последний раз ты возьмешь меня за руку, можно на показ танцы в розовом закатит, наш последний раз нежный, тюновый такой ух, шепот фанаты в розквы дудосят, сука, я так и знал нигде, блять, от тейпа не скрыться, он шутеров прислал за дверью стоят я приезжаю к тебе домой смотрю в пустое окно еще вчера с тобой мы были вдвоем сегодня все решено не раскрою наш с тобой секрет кто предложит мне за это миллионы и все знает только лунный свет это в наших стали купидоны среди всех этих вселенных вместе быть с тобой нам не суждено тут же есть пединок пока все что было или будет наперед, то мы звезды давно так давно так давно танцы в розовом закатит, наш последний раз ты возьмешь меня за руку, можно на показ танцы в розовом закатит, наш последний раз но обратно не вернуться нам потеряли шанс ты и я да последняя дискотека, да? последний раз последняя дискотека но я же говорю, пошла электроника вошла электроника в оборот пошла электронная музыка на удивление, да? насколько вот насколько сильно вот насколько сильно, да? атмосферу нужно тут вот прочувствовать, да? по временам когда скачут они прям вот здесь четенько попадают огромные молодцы вот мы слушали, да? на прошлом стриме сову и этот, как его? и вот там они, да? они прочувствовали просто атмосферу восьмидесятых условно, да? и все вот там работали с разными омажами на разные группы того времени, да? на разных исполнителей то вот тут по одному треку в альбоме прочувствовав каждый вот, да? из этапов, скажем так перестройки действительно не только страны но еще и музыкальной по сути своей нашей, русской это пиздец это прям нужно ебать наслушанными во-первых быть, да? во-вторых чувствовать эту историю и еще исполнить это нужно грамотно это охренительно здесь офигительнейший припев просто шикарный арина отлично с ним справляется тюновый мягенький легкий такой прям воздушный приятный романтичный красивый я не знаю какие еще эпитеты подобрать это пиздатейший припев просто охуенный очень круто очень круто прям вау прям вау круто круто пиздец такие группы как сова перемотка и аришка это другое это другое это другое малолетка deadblond продюсер ага малолетка интересно сейчас будем пытаться понять почему малолетка потому что по идее героиня она уже нифига не маленькая ну давайте поймем почему малолетка let's go не уснет до утра девочка ранетка ведь тебе скучает твоя малолетка не помог ближе к 2000 пришли да руки вверх уже почти руки вверх такие ха ха блять если бы арина исполнила припев в том фите совы и перемотки это был бы кайф ну кстати говоря думаю да как раз про женский вокал говорили да и не уверен что она бы подошла ну и вот как будто бы туда потому что ну я не могу ее представить может быть если бы исполнила удивила сильно да но вот как будто я не могу там представить но опять же пока не уверен чувствуете да приходим почти в двухтысячные сейчас скачем да такими типа шагами 96-97 примерно год практически руки вверх да уже звучат ну или звучат уже да и вот музыка вот вот напоминает не уснет до утра девочка нет забыть тебе скучать разгоны твоя мулалетка не поможет больше белая таблетка скоро подрослеет твоя мулалетка ну прям руки вверх да юрка шаттендов ну не знаю под ноги не смотрела в тебя врезалась ой после первого поцелуя втрескалась она всем говорит что уже взрослая и давно на язык стала острая ну лосик проколол в тайне на рукой ты ее мама блин убежала к тебе ночью и шепчет на ухо что очень-очень хочет не уснет до утра девочка ранетка потихоньку чает твоя мулалетка не поможет больше белая таблетка скоро подрослеет твоя мулалетка а ты думала она девчонка глупая но обманула тебя запутала обещала любовь серьезную поливала цветы своими слезами ты ее не понимаешь только время затеряешь не приходит на свидание опять теперь ее увидишь лишь в воспоминаниях не уснет до утра девочка ранетка потихоньку чает твоя мулалетка не поможет больше белая таблетка скоро подрослеет твоя мулалетка ты не спишь ночами думаешь об этом скоро потеряешь твою мулалетку но проходит время выросла ранетка не приедет больше твоя мулалетка трек флэшбэк как буду что за флэшбэк а типового воспоминания а ну кстати вот может быть потому что я сначала ну типа думал подумал что это про эту ну про какую-то образную типа девочку да чтобы передать просто атмосферу но кстати как флэшбэк да 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 очень неплохо да она сейчас с вот этим вот настроением и вот этим состоянием и как бы вокруг и в себе она вспоминает то что было тогда когда она вот стервозной начала становиться кстати неплохо да 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 и блядь нихуя себе ева как же ты чувствуешь damn хорош да 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 это хорошо девочка-ранетка неплохой трек неплохой DC все учтено родился бы примерно вот так и как мне кажется это круто это очень круто пиздец супер сочный альбом пока супер крутыми треками и собственно детка киллер детка киллер до после флешбека такая вот детка киллер так но мы слушали трек уже да он был погнали сразу с клипом да погнали сразу с клипом хотя нет давайте сначала послушаем потому что визуализация может немножко попортить да всю эту историю может немножечко непонятно быть давайте сначала послушаем детка киллер а 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 У меня в подвале пусто, типа у меня в прошлом не было парней, да? Заманивает, да? Да. Очень круто. Ты обманешь, это верно, не играй со мной. Но веревки держат крепко, навсегда ты мой. Мои чувства так наивны, ненавязчивы, нативны. Неужели ты не думал, что вообще-то мне обидно? Ты по знаку злодиака, жертва девушки маньяка. Хочешь, поиграем в прятки, но найдут тебя навряд ли. Да. Знаешь это, детка, киллер, убегай, не всталай. Если с нею ты, то тринер, следуй за светой. Знаешь это, детка, киллер, убегай, не всталай. Если с нею ты, то тринер, следуй за звездой. С нею ты, то тринер, следуй за звездой. Ой. Красивая точка. Нет, трек до сих пор остается офигенным. Отличная работа. Да, вот, все правильно, Ева, да, я про это и говорю. Она вот сейчас, да, абсолютно взрослая девушка, которая играет с чувствами парней. Она ищет исключительно выгоду, условно, да, разбивает сердца, теперь ходит. Она поняла тогда, да, ее в школе довели, вот эти вот слухи, да, что она там чё-то куда-то, кого-то. Она, возможно, в школе была как раз-таки, типа, самая красивая, но ее булили. И вот она такая, типа, о, значит так, тогда я такой и буду, нахуй. Пизда вашим парням, пизда вашим жизнью. Ну, жизнью в плане, да, из-за того, что уведу вас парней, у вас ее по пизде пойдет. И вот оно, вот оно вот к этому и, по сути, и пришло, да, теперь на детка киллера, на разбивательный сердце. Не буквально, это как бы, да, фигурально. И это пиздецко круто. Вот флешбек вот этого, ты классно сказал, Ева, это шикарно вот это дополнило, и теперь я это докрутил. Все сработало, да, как надо. Да, 90-е, да, вот оно и наваривается считать. Да-да-да-да-да, склеила парнишку, наварила сердце разбить. Да, абсолютно верно. Но клипы, да, вот ты правильно написал, что клипы, по сути, немножко портят вот эту всю историю. Хорошо, что мы послушали трек, потому что клипы, они, ну, они не концептуальны. Они просто как, типа, репрезентовать трек, по сути, свои, да, они не относятся никак к общей истории. Ну, мы посмотрим клип, заценим его еще раз. Ну да, ну да. Альбом? Пиздец. Это не альбом, это пиздец. Руки на стол, чат, руки на стол. Не нужен марафет, она носит арбалет. Это стрелы Купидона, надевай бронежилет. И найдет ли свой подснежник, самый белый, самый нежный. Там четыре дырки в сердце, но и кто из нас не грешен. Режим мои руки в ярко-красной. Не волнуйся, эта краска у меня в подвале пусто. Не ведись на чьи-то сказки. Я... Теперь я, кажется, понимаю, потому что она, посмотрите, дулом практически в упор к зеркалу. Если она приклад, ну, типа, по сути, оружие вперед выдвинет, а она уже не... А ей придется сделать шаг назад. И тогда в зеркале у нее уже будет хуже отражение, то есть они не смогут снять это. И с одной стороны, с точки зрения находки операторской, режиссерской, это прикольно. Ну, типа, с отражением, да, поиграли с вот этим вот рамкой с этой. С другой стороны, этот приклад, господи, это так смешно смотрится, я прям до сих пор не могу. Ну, какие-то вот, какие-то костыли, блядь, ей-богу. Постановка, короче, страдает, вот, и в этом моменте, как минимум. Невинная девочка внутри тащит серого убийцу, да. Я нормально, ты такой же, слава богу, мы похожи, это от любви мурашки у тебя идут по коже. Знаешь, это те, какие лес, убиляй, не стой. Более элегантное решение. Решение, которое могло подойти, возможно, у них не было реквизита, или не додумались. Пистолет токарева. Это тоже часть той эпохи, и это тоже часть нашего русского вооружения. И она, немножечко ноги расставив, ну, как шпионские вот эти, знаете, фильмы, где героиня, она, типа, расставляет ноги широко, чтобы удержаться от удачи, выставляет вперед. Вот оно, ваше решение. Это и сексуально, и показывает детку киллера. Но решили использовать калаш, как, видимо, более такой сильный образ, что ли, я не знаю. Ты обманешь, это верно, не играй со мной. В сердце ткнуло. Но веревки держат крепко, навсегда ты мой. Мои чувства так наивны, ненавязчивы, нативны. Неужели ты не думал, что вообще-то мне обидно? Ты по знаку сзади окажет, а девушки маньяка хочешь поиграем? Нет, там и револьверы есть, и вон там пистолеты есть. Все у них было? И даже, блядь, снайперскую винтовку Драгунова нашли. Ну, блядь, пиздец. В прятке, но найдут тебя навряд ли. Знаешь, это детка киллер, убегай, не стой. Если с ней уфиль, то стреляй, следуй за звездой. Знаешь, это детка киллер, убегай, не стой. Здесь, если с ней уфиль, то стреляй, следуй за звездой. С ней уфиль, то стреляй, следуй за звездой. Ой. Тут, скорее, не про то, что ты говоришь, да? Типа, в финале не то, о чем ты пишешь, скорее, произошло с ней. Типа, не хэппи-энд бы с ней был, да? Это должна была быть мораль какая-то. Но девочка-то, очевидно, красивая. И в школе не просто так ее, да, типа, булили. И, судя по названию последнего трека, ну и очевидно, да, что мы понимаем, что это уже приквел, да, нам сказали. И что, очевидно, в конце она встретится, по идее, с GSPD, да? Ну, это может быть и не GSPD, это будет какой-то, да, исполнитель, продюсер и так далее. Она с помощью как раз-таки вот этой внешности, она зарекомендует себя как, типа, эстрадная исполнительница. И таким образом она перейдет из разряда, да, вот этих вот поиска нелегальной наживы, там, разбивания сердца и так далее, к тому, что будет на экране разбивать нам сердца, что мы такие, а, какая красивая, боже мой. А никто не будет знать о ее прошлом, потому что, как бы, да, это все будет закрыто. Но, опять же, сейчас посмотрим. Это все пока что предположение. Крутой трек, крутой трек. Погнали. Адреналиновый укол. Предпоследний трек. Тарантиновский, видимо, да, какой-то адреналиновый укол должен быть сейчас. Погнали слушать. Let's go. Ну, я бы Baden сделал. Морально валюта, так скажем. Ну, вот, да, мораль должна была бы быть, но они решили выкрутить это вот так. И это тоже будет. И сейчас посмотрим, как оно, ну, в треке именно закончится, как текстово, да, они к этому подойдут. Погнали. Воу, что? Воу, что? Нееее. Адреналиновый укол. Я себя поделаю. Замери, замери, замери Мне тяжело, не надо ждать Выкинула пастер, поменяла телефон Волосы подстригла, перекрасила в нее Заиграла с пятки, не могу себя найти Потеряла себя, да? Как бы быстро не бежала, снова позори Моя личность рассыпается, как по полу конфеты На кровати, манекены под кроватью, пистолеты Психиатр нанекает, но ему я не поверю Закрывайте за нами Адреналиновый укол Прожигает мне сердце Адреналиновый укол Повышать киломерцы Ебать Ебать Адреналиновый укол Я всегда потеряла Замери, замери, замери Где тяжело не надо Клик Адреналиновый укол 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 Прожигают Продолжение следует нет тут это прям мета такая история ты в принципе правильно в ту сторону думаешь я вот тут короче вот как это все объяснить нормально короче вот жизнь что преступная да что вот такая вот которую она вела она по сути вызывает и привыкание и вот этот вот вот это вот состояние когда ты уже не можешь без этого ты у тебя вроде все есть но ты как будто идешь на это уже неосознанно это как запрещенные вещества по сути своей она заигралась в эту игру она уже не видит как бы смысла до жизни без вот того что она делала разбивала сердца то можно наживалась на этом да по сути своей и в какой-то момент вот я не просто катак про тарантино сказал потому что там это показано вот очень сочно натуралистично до адреналиновый укол происходит как вот открываются глаза до у человека и он понимает что ебать чон делает вообще чего я делаю да почему зачем вообще вот что что мне нужно сейчас и все и начинается да я себя потеряла повышаю музыку типа да ну биение сердца по сути увеличивается потому что страшно ты боишься забери мне чужого не надо да все это все что это все что я получил это не мое это не нужно мне да все начинает откидывать эту прошлую жизнь до меняем имидж меняем образ жизни выкидываем все вообще но при этом до понимаем что вот это вот личность это уже не она и она не знает кто она сейчас охуеть просто охуеть и музыка над мне очень напомнила тату это 99 год судя по тизеру и это вот оно потому что тату появились вот в конце девяносто девятого в начале двухтысячных насколько я помню и это прям музыка она прям оттуда и это подчеркивает и состояние да и вот этот и одновременно и бунтарство и вот это вот состояние вообще не понимая чего происходит и вот этот вот электронщина да как будто бы в drum and bass такой уход это пиздец что блять это просто восторг в криминальном стиве да когда у мутурман кололи до вытащить ну либо вытащит из состояния да либо она его сейчас найдет что-то короче вот такое либо она она или возможно да типа дэдблон тут как героиня она будет рефлексировать всю свою пройденную жизнь в музыку рассказывать все эти истории что ну типа да вроде кажется что выдуманный персонаж на самом деле с ней это было ну то есть понимаете да рефлексия такая как у метокса например да который рассказывает про то что с ним происходило в треках он таким образом рефлексирует на самом деле но у него там пиздец он там в тюрьме сидел да и запрещенные вещества фигурировали вот это вот вся история я думаю что сейчас примерно вот в это все должно повернуть ну плюс-минус потому что иначе ну я не знаю как должно произойти не будет же сейчас типа ой все у нас хорошо стань моим продюсером дэдблонд продюсер by gspd и spb waves ну поехали последний трек let's go это чего у нас такой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это пошлые клише Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, 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 это вступление альбома, блядь, GSPD, это прямо оно Охуеть! 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 И вот она! Дээм! Охуеть! 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 Что это, блядь! Вообще только что было! В какую-то, блядь, метавселенную просто попали! Охуеть! Как это круто! Охуеть! И одновременно, да, и есть, типа, и вроде линейная история, да? Но в то же время есть что обсудить! Охуеть, как красиво! Вау! Это какой-то такой, такой Нолан на минималках, да? У которого понятны истории всегда, но при этом они заставляют задуматься! И вот тут очень интересная прям история! Вот, блядь, настолько концептуальная, что пиздец! Ну, в последний раз я так радовался, когда понимал концепт альбома вот на ЛСП на несчастных людях! Когда на стриме мы его слушали! Пиздец! Я в моменте просто что-то осознал, куда ведет вся сюжетная линия и такой, блядь, как же круто! Ну, на той моменте, типа, где мы были, я понял, да, как оно все разворачивается! И вот тут так же, блядь! Тут, правда, сначала, да? Мы уже поняли, что это концепт! И начали следить за этим! Ебать! А есть ли другие альбомы связаны с этим? Та же пропаганда или сплетница? Ну, вот не знаю! Ну, я слышал оттуда треки, но они как будто вообще сюда никак не вписываются! Я прям не уверен, что они как-то связаны! Ну, то есть, нет! Это дает отправную точку к тому, что, типа, вот отсюда появляется само творчество Deadblond, да? И совместная работа GSPD и Deadblond, по сути своей, да? И как будто все остальные альбомы, это уже выходит просто, да, от ее лица! А теперь они решили рассказать, как оно все было! Да, по сути, это персонажи, там, вымышленная история, но, по сути, это их вселенная! У них это все произошло вот так! Получается так, что GSPD и Deadblond — это герой в своей метавселенной! И, да, и все их альбомы, вот эта вот вся история, оно имеет огромную подоплеку, да? Хм, прикольно! «Банкомат» — не, «Банкомат» — крутой трек, да! Нет, я не спорю, там есть крутые треки! Просто, если думать об этом, да, вот так, сюжетные линии как будто бы не связаны! Ну, там альбомы, они, как по мне, не имеют отношения к этому сюжетно! А вот то, что это, как бы, да, вот отдельная вот такая вот история — мета! Да, это прикольно! Хм, прикольно! Про любимые! Не, «Банкомат» — хороший трек, я его слышал, да! Огромное спасибо GSPD, Deadblond, SPB Waves! Огромные молодцы! Надо еще вот продюсеру первому, да, сказать, который первые два трека продюсировал! Ян Супаненко — все огромные молодцы! Работа Продиона — охренительное! Разнообразие на альбоме! Концепт, история, подача! Подача максимально разнообразная! Вот такого Deadblond я вообще не ожидал! Суперкруто! Прям вот суперкруто! Это прям восторг! Это прям охуенно! Цельная, да, история! Она цельная, без провалов, да! То есть даже вот в малолетке, да, я сижу, слушаю, но не могу понять! Но можно объяснить это, да, вот это флешбек! Я абсолютно согласен! Да, в голове у меня сложилось вот одно слово «флешбек» — все сложилось у меня! Пиздец! Это круто! Это колоссальная работа, на самом деле! Это очень круто! Огромные молодцы! Все постарались! Визуализация! Хромает сильно! Но с точки зрения музыки и всего вот то, что вот с этим связано — это круто! По поводу лучшего трека! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Питер — город криминала! Да! Да! Детка-киллер! Для меня в сердечке! Да! Адреналиновый укол на самом деле! Пиздец очень хорош! Стань моим продюсером скорее больше сюжетный! Там, конечно, все хорошо по исполнению, но он больше сюжетный! Прям вот там концентрат этого сюжета, а вот остальные можно синглами послушать! Ну я... Хуй его знает! Блядь! Мдец! Я не знаю, что выбрать! Пионерка под красной звездой — адреналиновый укол для меня, наверное! Мдец! Питер — город криминала! Детка-киллер у нас уже есть! Надо что-то прям новое, да, с этого любого? Не зря я, блядь, прям вот... Повезло мне, что я угадал, когда мы слушали «Питер — город криминала» и сказал, что это будет... Че же я там сказал? Типа что-то вот интересное, разнообразное, но я не думаю, что вот это вот в это выльется! Вообще! То есть... Возможно, исключительно из-за того, что ожиданий как таковых не было, да, просто подборка треков, я думал, будет интересных! А такое, что они выдадут — это вообще пиздец! И порой, да, могут сделать, типа, несвязанный альбом, но последний трек, типа, условно, да, с историей как-то связанной, там, к чему-то подводят! Такое бывает! И здесь могли также сделать, особо не запариваться, да, просто выдать, ну, типа, более актуальный по звучанию материал! Нет, запарились, сделали — круто! Это ещё один претендент на альбом года, и это пиздец! Я хуй знаю... Торопилась к мальчику, пусть свезёт меня, а в то... А это припев, да? Тут припев пиздатый в последнем разе... Силучки просто секс-пионерки, согласен... Я думаю, просто микс-тай будет в стиле 90-х. Ну да, как обычно, в принципе, и бывает, да, у Deadblonde плюс-минус. Просто кача дать, и погрузить немножечко в ту атмосферку, но тут прям... Вау... Ладно, добавляем пионерку, это прям хорошо. Пионерку добавляем... И адреналиновый укол, наверное, всё-таки, да. Вот, получается, начало истории и конец, по сути своей, да. Кем персонаж был, и насколько в жопу он ушёл, да. Ну, с исторической точки зрения. Да. Пиздец. Я вахую. Просто, блядь, поаплодирую. Ещё раз этим замечательным людям, и спасибо большое, что занимаетесь именно творчеством. Не стали заниматься... Как это слово-то? Как это по-русски? По-русски, как это? Паразитированием. На сделанных своих именах, да. А пошли дальше. Это развитие концепта Deadblond и GSPD. Восторг. Забрали. Забрали просто всё, нахуй. Пионерка. Бам! Улетел. Адреналиновый укол. Бам! Улетел. И лайк ставим альбому, однозначно. Очень круто. Респект. Огромнейший респект. Низкий поклон в ноги ебать. Да. 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 Бывает. Всякое выходит, да. Бывают удачные и неудачные работы у исполнителей, даже у именитых. А бывает так, что да, вот, ты вроде и ничего не ждёшь. Наоборот, готовишься, да, просто к хорошей музыке, к качеству, к чему-нибудь такому, да. К интересным строчкам, как они обычно обороты умеют делать, да. Здесь этого полно. Но чтобы вот, вот это, прям, блядь, супер гуд. Супер гуд. Спасибо большое, ребят. Вы огромные молодцы. Огромнейший вам респект. Продолжайте в том же духе. Не имеется в виду, да, сюжетные альбомы, а имеется в виду вот развитие, да, вот этого всего. И желаем только удачи. У меня, блядь, СПГС разыгралось, я же спать перегатил, блядь. Вот, это показывает уровень проработанности альбома, да, что он вызывает вот такие вот эмоции. Это так, вот опять же, фильмы Тарантино, да, смотришь, Гая Ричи. И вот порой вот эти вот пазлы нужно складывать, и это прям восторг. Тебе кажется, что всё, они тебе всё показали, всё изложили, да. Но всё равно, как будто чё-то вот где-то наёбкой пытаешься разобраться. И вот здесь, я думаю, тоже можно найти ещё какие-то слои условные, да. Вроде истории понятно, но если переслушать, наверняка что-то можно накопать. Короче, это очень круто, мы это оставляем номинантом на лучший альбом года, и это супер гуд. Спасибо большое, ребят, круто. Спасибо. 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 Спасибо.